здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи белорусский политолог валерий карбалевич здравствуйте валерий здравствуйте вот 9 сентября пятый раз за год александр лукашенко прилетел в москву где встречался с владимиром путиным и если до сих пор разговоры о возможном создании союзного государства были только такими версиями возможностью обсуждали как это может быть и будет ли вообще то вот сейчас это вроде бы стало но если не реальностью то вот а вот чем это стало на ваш взгляд трудно дать однозначную оценку чем это стало но во всяком случае это какой-то шаг на пути к экономической интеграции даже может быть не интеграции а сближение двух государств но проблема в том что эти программы 28 они не опубликованы и толком содержание их никто не знает только какие-то анонсы есть судя по всему стороны договорились о том что будут пытаться сближать гармонизировать по возможности унифицировать макроэкономическую политику и экономическое законодательство насколько это получится большой вопрос потому что сами программы вот эти которые вроде бы одобрены они готовились три года сколько времени понадобится на их реализацию я думаю что гораздо больше и в ходе реализации возникнет большое количество вопросов противоречий конфликтов и так далее потому что очень сложно унифицировать экономическую политику особенно с учетом того что белорусская социальная модель предполагает ручное управление экономикой и как в таком случае вот такой подход такой стиль управления экономикой может сочетаться с согласованием этой политики с другим государством я это с трудом представляю поэтому эти программы во многом декларативные там просто даются поручения правительством как бы вот усилить улучшить гармонизировать согласовать и так далее поэтому это шаг к ближению но говорить об интеграции реальной интеграции я думаю что рано надо дождаться когда эти программы будут реализованы а когда это будет никто не знает скажите пожалуйста для белоруссии безотносительно того процесса политического который сейчас проходит страна и всех противоречиях с оппозицией проблем других проблемах которые известны это положительный момент или нет на ваш взгляд сложный вопрос вообще экономическая интеграция с россией это положительно или нет или отрицательный вопрос неоднозначен потому что с одной стороны российская экономическая помощь российские субсидии ну скажем так помогают белоруссии адаптироваться к всем 3 стрессом которые происходят в ходе постепенного усиления рыночных механизмов а с другой стороны это экономическая российская помощь блокирует реальные рыночные реформы то есть не будь российских субсидий белорусская экономика давно бы уже спала рыночной давно бы было более эффективным а российская российская экономическая халява грубо говоря но фактически не дает возможности блокирует консервирует существующая статус-кво консервирует существующий не эффективный хозяйственный механизм в итоге у белоруссии половина экономики государственная она неэффективная она висит на бюджете вот и и поэтому российская экономическая помощь сама по себе противоречивая и то же самое можно сказать и об этих экономических программах потому что с одной стороны в обмен на готовность беларусь подписать эти документы россия будет оказывать какую-то экономическую помощь газ по низкой цене возможно компенсация за налоговую манеру хотя об этом ничего не говорится принятые документах новые кредиты а с другой стороны унифицировать законодательства по российскому образцу они по белорусскому и как скажем можно унифицировать налоговую систему налоговая система каждой страны отражает структуру экономики скажем в россии налоги получают от нефти нефтегазовые промышленности до белоруссии другая структура экономики иначе другая структура налогов и как можно унифицировать как можно перевести скажем белорусскую налоговую систему на российскую поэтому ситуация очень противоречивая и однозначного ответа на ваш вопрос дать невозможно скажите пожалуйста вот в продолжении этого же в собственно говоря вопроса вы упомянули что вот белоруссия будет сейчас эта цена согласованная об этом объявлено будет получать очень низкую по сравнению с европой цену на газ от из россии как объявлено опять-таки никто не знает как это будет но с 23 года предполагается что будет единая энергетическая система между россией и белоруссию как это будет выглядеть конкретно тоже непонятно но в принципе а это значит что тарифы будут совершенно другие низкие российские или белорусские в общем низкие достаточно означает ли это вот и такое постепенное движение вот в этом направлении и то что вы сказали что это вот халява как бы употребили выражение отбрасывает беларусь от рыночных реформ но означает ли это еще то что независимо от того кто завтра будет в беларуси у власти лукашенко или кто-то другой даже если победит оппозиция допустим то все равно страна останется в зависимости во всяком случае экономической у россии во-первых непонятно до конца что такое единая так сказать энергетическая политика единый энергетический рынок потому что белорусские власти настаивают на том чтобы получать нефть и газ по внутророссийским ценам вот той формулировки как записано документе совершенно непонятно будет ли скажем беларусь получать нефть по цене смоленской области судя по всему не факт ибо было бы написано совершенно понятно да сам факт привязки беларуси к россии связывает руки всем будущим правительством беларуси это очевидно но предполагается что рано или поздно беларусь должна начать рыночную реформу беларусь должна начать неэффективные реформировать неэффективный государственный сектор и новая экономика реформированная экономика она будет гораздо меньше зависеть от российской экономической помощи потому что должна по идее быть более эффективным поэтому в результате рыночных реформ которые могут произойти при новом правительстве беларусь будет постепенно освобождаться такой жесткой привязки к российскому рынку края от российской зависимости и это дает шанс на то чтобы диверсифицировать и экономическую к политику и внешне экономические связи а значит и внешнюю политику значит дает шанс и на то чтобы более дистанцироваться и в политическом плане от россии поэтому вопрос смены власти это вопрос и усиление экономического света беларусь это эти вещи очень сильно связаны понятно но сегодня когда власти по-прежнему остается александр говорящий лукашенко и как вы сами не раз говорили в наших эфирах неизвестно сколько продлится эта ситуация россия для него учитывая те санкции которые наложены сейчас на беларусь остается единственным источником кредитов и поддержания страны вот на таком жизнеобеспечивающим уровне и чем дальше все это будет продолжаться тем сильнее беларусь будет привязываться к россии и и просто так сказать естественным образом может перейти под экономическая под экономическую ну воспользуемся таким жаргонным словом крышу россии процесс усиления влияния россии на беларусь запад за прошедший после выборов год он усилился этот процесс продолжается он распространяется не только на экономику но и на военное сотрудничество усиливается влияние россии информационная культурная сейчас беларуси уничтожаются все структуры площадки которые поддерживали этнокультурные национальные белорусские скажем традиции или культурные особенности вот да чем больше лукашенко находится власти тем больше происходит привязка к россии как далеко можно найти этот процесс сложно сказать тут лукашенко находится в противоречивом противоречивой ситуации с одной стороны без российской поддержки экономической политической дипломатической ему не выжить ему не выдержит с другой стороны чем больше беларусь теряет суверенитет пользу россии чем больше лукашенко теряет власть над беларусью пользу россии а для авторитарного лидера это очень болезненный процесс поэтому лукашенко будет сопротивляться и будет отдавать суверенитет только в той степени в какой и это меньше угрожает его власть я бы так сформулировал говорят об этом балансе как на котором приходит который приходится держать лукашенко с одной стороны брать деньги с другой стороны попытаться оставаться независимым скажите пожалуйста вашу личную точку зрения как бы предполагалось но многие политологи так считали и открыто выражали такую мне такое мнение что вот этот приезд александра лукашенко в москву станет неким таким финальным завершением всего этого процесса накануне российских выборов будет объявлено о появлении союзного государства что будет расценено как победа владимира путина однозначно что поможет ему на выборах и так далее вот это вот все торжественно произойдет но этого не произошло все закончилось опять невнятными какими-то обещаниями разговорами и так далее на ваш взгляд этого не произошло вот с объявления о создании окончательного союзного государства именно потому что этому активно противодействовал лукашенко или это вообще не нужно было собственно гря сейчас россии нет нет необходимости никакой москве форсировать этот процесс почему это не произошло или это вообще просто не планировалось сейчас вопрос о создании союзного государства то есть реализации даже того договора подписанным девяносто девятом году сегодня вообще не стоит на повестке дня не белорусской не российской к этому не готова не беларусь не беларусь как государство и как общество к этому по большому счету не готова сегодня и россия по многим причинам главным образом потому что тот пост и крымский консенсус который сложился в россии четырнадцатом году он исчезли сегодня российское общество скорее недовольного тем что внешняя политическая экспансия россии вовне происходит за счет падения уровня жизни в самой россии я думаю что как в кремле это это понимают и поэтому они не станут так сказать вообще сегодня ставить вопрос о полном политическом объединении в одном государстве я думаю что россии сегодня достаточно важно сохранять беларусь сферы своего влияния теснее привязывать различными механизмами вот как и этими союзными программами и по большому счету на сегодняшний день российскую политическую элиту это удовлетворяет что касается беларуси по беларуси как это ни странно тоже вопросы суверенитете это единственный вопрос по которому нет разногласий глубоко расколотом белорусском обществе сегодняшнем вопросы суверенитете единственный вопрос который по которым нет противоречия за сохранению суверенитета выступает и лукашенко и его правящая номенклатура и белорусское общество и противники лукашенко так что этот вопрос просто не стоит на повестке валерий большое спасибо за ваши комментарии всего вам доброго до свидания на этом все напомню что с нами на связи был белорусский политолог валерий карбалевич до свидания